Ах! Что такое для советского человека было бы поехать за границу? Чего там прорубил Петр Первый? Куда он окно прорубил? Что-то в это окно не все было видно с нашей территории. Поэтому увидеть это своими глазами хотели очень многие. Но это было не так просто. Сначала нужно было пройти несколько инстанций. И одна из очень важных инстанций была выездная комиссия. Они были в разных местах. Основная тяжесть ложилась на плечи членов комиссии в районном комитете партии. Мне когда-то рассказывал замечательный артист, прекрасный человек, мой многолетний партнер по спектаклю «Ужин с дураком» Олег Валерьянджи Басилашвили. Один из самых достойных людей, с которыми мне приходилось в жизни встречаться. Он был такой всегда хулиганистый, несмотря на импозантную внешность. И вот однажды перед поездкой в Швецию Георгий Александрович Тобстоногов, руководитель театра, обратился к актерам, и не только к актерам, но ко всем, кто собирался ехать в командировку в Швецию на гастроли. Он сказал, я прошу вас, ну, почитайте эту текущую политику. Вас же будут что-то спрашивать, он говорит, неудобно, если это будет с вашей стороны беспомощно. Басилашвили пришел на эту комиссию, заходит в комнату. Несколько очень немолодых людей, которые сразу после приема лекарств начинали штудировать газеты. Они были в курсе всех событий, поскольку никакой альтернативной информации у них не было. Им было достаточно той, которую они имели. Именно эта информация и была базой для их мировоззрения. Ну, так бывает. Обращаясь к Басилашвили, ехидно какой-то член комиссии сказал, в Швецию собрались. Басилашвили сказал, не в Швецию собрались. Большой драматический театр имени Горького едет представлять советское театральное искусство. Поэтому попрошу к этому отнестись уважительно. Ну, хорошо, хорошо. Посмотрим, как вы будете представлять советское театральное искусство. Не подскажете, а кто сейчас главный человек в Швеции? Басилашвили, не моргнув глазом, сказал, фашист. Неправильно. Там король. Басилашвили сказал, ну, для кого король, а для кого фашист. Скажите, а какая партия сейчас находится у власти в Швеции? Без всякой паузы, Басилашвили сказал, фашистская. Неправильно. Там у власти социал-демократы. Олег Валерьянович был несгибаем. Он сказал, для меня все партии, которые не входят в коммунистическую партию Советского Союза, являются фашистскими. Члены комиссии перегинулись и сказали, вы, конечно, немножко перегибаете, но нам нравится ход ваших мыслей, большой вам удачи, хорошей поездки. До свидания, товарищ Басилашвили. Облегченно вздохнув, Олег Валерьянович вышел из этой комнаты. И после него на встречу с членами комиссии должен был войти какой-то рабочей сценой. И он спросил у Басилашвили, Валерьянович, а чего там спрашивают? Басилашвили сказал, Серега, неважно, что спрашивают, главное, ты отвечай пожестче. Ровно через три минуты этот Серега, бледный, вылетел из этой комнаты. Басилашвили даже отойти в сторону не успел. Увидев этого Серегу, Басилашвили сказал, слушай, ты чего так быстро? И Серега сказал ей, я что-то не понял. Они меня спросили, кто первый секретарь ЦК Компартии Болгарии. А я им сказал, пошли вы нахуй. Я многократно проходил загранкомиссии, ничего подобного я себе не позволял. Поэтому в 1976 году я оказался в составе делегации по линии Центрального комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, сокращенно ЦК ВЛКСМ, Монреаль, летние Олимпийские игры. Поселили нас в красавце Монреале в школе. В помещении обыкновенного школьного класса стояли 22 койки, потому что кроватями это назвать было трудно. И вот все 22 человека в одной комнате располагались. А надо сказать, что рядом с нами жили другие делегации, и там были действительно очень молодые люди. А у нас был такой контингент серьезный. Ну, многие из них потом стали известными очень учеными, спортсменами. Ну, правда, многие известные спортсмены уже тогда были в составе этой делегации. Ну, например, замечательный советский боксер Борис Лагутин, знаменосец нашей сборной на разных соревнованиях, борец из Беларуси Александр Медведь. Кстати, когда в Монреале узнали, что в качестве гостя приехал трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь, ему предложили поучаствовать в этих соревнованиях в качестве судьи, в соревнованиях по борьбе. А поскольку у нас у всех отобрали привезенную водку и закуску, и поставили ее на подоконник, то тот, кто находился рядом с этим подоконником, имел прямой доступ. А это был как раз Саша Медведь. Его кровать стояла около окна. Рядом с его кроватью стояла кровать Льва Валерьяновича Лещенко, и маяк, койка была у самого входа. То есть практически я был самым свободным. Один шаг, я мог уйти из этой комнаты. И вот первый день соревнований у борцов. У нас отбой в 10 вечера, свет гасят. И вдруг в начале 11-го тихонечко в эту комнату заходит Саша Медведь, идет к своей кровати, садится, и, пользуясь тем, чтобы было темно, он, видимо, решил немножко воспользоваться тем, что было на подоконнике. Он взял бутылочку, взял что-то такое, видимо, для того, чтобы закусить, и не успел он открыть эту бутылку, кто-то зажег свет, то есть его застукали, и стали требовать, чтобы он дал свой прогноз на дальнейшие соревнования по борьбе. И Медведь посмотрел на нас и сказал, вот сегодня был первый день всего, конечно, точно предсказать трудно, но я думаю, у нас будет две золотых, три серебряные, и, наверное, две бронзовых медали. И мы сказали, Саша, а почему так мало? Он выпил и сказал, на больше у нас не хватит водки и черной икры. И мы после этого с Лещенко тихо покинули эту комнату, я уж не помню, под каким предлогом, короче, мы оказались с ним на улице. Была уже совсем ночь, и мы с Левой остановились около витрины овощного магазина. Она была так красиво оформлена, она так была освещена, и так маняще выглядели эти овощи и фрукты за стеклом. Левой посмотрел на это, повернулся ко мне и сказал, вот ты мне можешь объяснить, почему так? Вот какая-то сраная Канада, вот все есть, а у нас великая страна, и ничего нет. почему так? Вот прошло без малого 50 лет. Я и сейчас думаю, а почему так? Ну ка-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Продолжение следует...